Для начала я скажу одномерную задачу. Представим себе, что у нас был отрезок от нуля до единицы. Ну и, научно говоря, имеется некоторый ну а. И он был заполнен, ну, неформально. И везде на этом отрезке были муравьи. И потом часть этих муравьев убежала в нору в нуле, а часть убежала в нору в единице. Нужно доказать, что есть какие-то два соседних муравьева, которые убежали в разные норы. Почему это так? Ну, значит, я, может, я наоборот сталкиваю про муравьев. Просто у нас написаны числа. Слева, вот в точках, нет, имеется несколько точек подряд, написано числа. Справа написано единица, слева написано ноль. Нужно доказать, что есть какие-то два числа, где здесь соседние, у которых написаны разные числа. Почему это так? А написаны только нули и единицы. Да, написаны только нули и единицы. Как найти такие числа? Допустим, что все единицы. Ну, все единицы не могут, потому что у нас уже здесь стоят. Но все единицы, которые идут в левом, да? Да. Тогда, конечно, эти числа будут здесь. Но у нас тут слозы есть хотя бы один ноль, который убежал ноль, которые мы назначили. Так, значит, у нас есть кто-то, кто убежал, например, вот этот. Но можно сказать, соседний так тоже убежал. И что мы тогда сделаем? Мы будем, ну, скажем, мы будем идти слева направо, а пока что? Пока не встретится какая-то единица. И, соответственно, вот эти были еще нули, а эти будут уже единицы. То есть есть две точки, которые убежали в разные места. Но это, на самом деле, тоже, как бы, такой дискретный вариант. Что если у нас есть место, где наша функция, которая говорит, куда убежал муравьи, у нее в некотором месте происходит такой скачок, разводи, что она где-то равна нуля, а соседний месяц равна единице.